Леш, ну вот буквально вчерашние, там, позавчерашние новости, что у иноагентов отбирают имущество. Новость нет, ты проспала. Уже проспала, что там еще? Да, я уже, я вчера ночью об этом узнал, ну, у меня была ночь, там это было уже не ночь, что там было в России, я не помню. Ну, короче, у меня была ночь, и мне позвонила моя бывшая жена, которая находится в Таиланде, на Пхукете, и сообщила мне, что группу Би-2 арестовали, ну, задержали. И моя бывшая жена была на концерте Би-2, была просто, там, за несколько часов до этого писала, звонила о том, что она в восторге, спасибо огромное, спасибо Асе, жене Левы, и прекрасный концерт, все здорово. И после концерта, и сейчас уже в новостях везде, сейчас уже видео присылают, Би-2 задержано по доносу российского консульства. Да, российского консульства в Таиланде. А я видела, кстати, рожу этого дипломата, так называемого, который возглавляет это консульство, такое, ну, такая, знаешь, противная рожа, я бы сказала, такая пачка. Ну, мне позвонил, ну, ночью позвонила моя жена бывшая, и говорит, с документами что-то, там, разрешение, что-то еще, я думаю, еще какая-то странная история. И у меня сразу, ну, мысль в голове была, ну, стучали. Потому что, ну, как-то очень таких совпадений не бывает. Притом, Би-2 достаточно такая опытная, серьезная группа, и организаторы у них не с улицы, и, ну, должны были все проработать. Даже когда я ездил на гастроли вот недавно в Израиль со спектаклем, и то делали какие-то бумажки, разрешения на временную работу. Ну, не может быть такого. И, да, действительно, настучали, и проверили, и вот, пожалуйста. А консулы настучал. Говорят, что он обратился к таиландским властям, российский консул в Таиланде, и сказал, что они выступают незаконно, что они нарушают закон Таиланда. Дескать, на концертах нельзя говорить о политике. А у них же там есть антивогенные песни. Ну, я могу точно сказать, что на концерте именно вот на Пхукете не было антивоенных лозунгов, и не было ничего, что могло бы напоминать антироссийский митинг. Мы об этом тоже говорили. Мне как раз бывшая жена сказала о том, что все прошло вот просто без политики. Ну, антивоенные песни, все знают позицию группы Би-2. И все понятно, на чьей стороне Лева и Шура, и все это ясно. Но на концерте именно на Пхукете не было никакого вот именно такого слишком политизированного действия. Все прошло как хороший рок-концерт. Но это называется «сами не живем и другим не даем». Теперь уже так. Теперь уже так, Леш. А ты знаешь, что они проголосовали в первом чтении позавчера закон о том, что все иноагенты лишаются имущества, его ликвидируют и национализируют. А что-то осталось у тебя в России вообще? Слушай, эта тема очень веселая. Ну, блин, я повторяюсь, из раза в раз мы с Ирой Шихман, когда встречались, я об этом очень широко рассказал. Ну, тогда еще не было закона. Тогда еще закона не было, понимаешь этого? Я, еще раз говорю, я не... У меня оставалось... Все интересуются, на какие деньги живет Алексей Парин. И Ира мне задала такой же вопрос Шихман, и я ей ответил. Во-первых, у меня что-то осталось с довоенных времен. Какие-то копеечки я зарабатывал, пока жил в Испании и играл в спектакле. Вот. И у меня в России оставалась квартира. Каньково. То есть на Тверской. И миллионов она не стоила, но какие-то деньги она стоила. И мы не собирались совершенно ее продавать. Она так и должна была остаться. Эта квартира. Ну, пускай будет. И в какой-то момент, когда война уже шла, один мой товарищ мне сказал. Он говорит, зачем вам квартира там, если можно купить еще одну квартиру в Испании, ее сдавать. Ну, и как-то мы все пораскинули мозгами, что действительно, нахрена нам квартира в Москве, если мы туда возвращаться не собираемся. И начали ее продавать. Но мы немножко поздновато спохватились. И мы выставили ее, по-моему, тысяча двести долларов, евро. Ну, долларов, евро за двести. И что-то она долго не продавалась. Потом мы начали опускаться по цене. Потом мы начали... Потом началась фигня с мобилизации. Потом началась фигня с курсом. Доллар вырос. И у меня прямо сейчас слезы оштекли. Думаю, блин. И так она стоит не особо много. А тут еще и это теряем. И я так переживал, переживал, переживал. И, наконец-то, мы все-таки ее продали. Это было прям конец апреля. Очень много потеряли. И я сажусь... Я прошу прощения, если у меня пикает, я не умею отключать фигню, которая у меня с телефона. Ничего, ничего, все нормально. И мы летим с дочкой в Америку. И в воздухе, пока мы были, я прилетаю в Сан-Франциско. И нам сообщают, что на меня возбуждено уголовное дело. Это было там 3-4 мая. Я сначала в это не поверил. Но это уже другая история. И потом оказалось, что действительно, да, на меня возбудили уголовное дело по статье с антиэкстремизмом. Оправдание терроризма и экстремизма. Ну, в чем? Еще через две недели меня объявляют в розыск. И я так обрадовался, что мы успели продать эту квартиру. Конечно. Крем с ним, что мы столько потеряли. Но хоть что-то мы за нее получили. И я просто был счастлив. Потому что, если бы вот чуть-чуть позже, недели позже, два, мы бы потеряли бы все. Тогда не было такого закона. Но в России по закону ничего не работает. Поэтому неизвестно, что бы они могли сделать с моим имуществом. Ну, вот, в общем, короче, у меня в России ничего не работает. Видишь, какой-то фартовый. Я правда считаю, что ты бы в последний поезд впрыгнул в этом смысле. Потому что сейчас у многих людей, у которых осталось имущество, они его арестуют и опишут, конечно. Мне повезло. Я успел от всего избавиться. И слава тебе, Господи, меня больше с путинским... Я не хочу говорить слово с Россией. С Россией меня держит много что. С Россией меня держит мое детство и моя мама, люди, которых я люблю. И с Россией меня держит много что. Моя память, в первую очередь. Но вот с путинским государством, которое не имеет никакого, ничего общего для меня, с Россией не держит больше ничего. Вот это голая вечеринка, да, которая... Прекрасная, прекрасная. Прекрасная тема. Хотела очень с тобой ее обсудить. Я вообще, честно говоря, до сих пор не понимаю. Я понимаю, когда они там гоняются за такими людьми, как, не знаю, как Гребенчиков, Антон Долин, еще что-то. Но когда козлобородые гоняются за теми, кто вполне к ним лоялен, там все эти Димы Биланы, там, я не знаю, Собчак, Милявская. Это странно все-таки, понимаешь? Получается, что зло уже начинает пожирать своих. Не пытайся, чтобы я как-то в логическую цепочку сложил причинно-следственную связь. У меня есть обрывки мыслей, но какую-то логическую цепочку я все сложить не могу, потому что для меня это все... Ну, это можно долго на эту тему рассуждать. А почему? А что? Ну, мне рассказывали, что Путина возмутило, что он увидел этого рэпера в носке, и он был просто шокирован. У меня такая догадка, что по Фрейду он сам мечтал ходить в таком носке. Ну, во-первых, этот рэпер не первый, насколько я знаю, какая группа-то, Квест Пистолс или кто первый? Да, они выступали в таком виде, рэпер просто слямзил у них, они на сцене были на такси, да. Это все уже было, а вечеринки подобного рода, притом, опять-таки, я тоже из них сказал, ведь это же не совсем даже голая вечеринка, это больше действительно как перформанс, на мой взгляд, был. Я был на вечеринках подобного рода, и такие вечеринки проходят во всем мире, и никто их не запрещает, и никакую угрозу национальной безопасности такие вечеринки не несут. Во Франции, в Кабдаге, они каждый день проходят такие вечеринки. Притом, надо сказать, что ни один человек, с кем бы на эту тему мы ни разговаривали, не сказал об этом плохо. Все наоборот, вау, круто, супер, классно, вот это, это, у них это даже не настоящая вечеринка-то по большому счету была. Это было больше как театральное действие, перформанс, там не проходило ничего, связанное с сексом, с твингерской темой, или даже близко к кинг-ки-пати это рядом не стоит. Ну а что это прохватило? Потому что говорят, что... В Москве проходят. Потому что, наверное, потому что в Москве проходят кинг-ки-пати. И на кинг-ки-пати не просто люди приходят, чем они хотят, они занимаются сексом, и там люди разных ориентаций, и все прекрасно. А здесь, как тебе, звезды, как звезды? Слушай, а я тут смотрела программу Кушанашвили по голой вечеринке, он говорит, слушайте, вот это так странно. Смотрите, Панин дал интервью Собчак, Панин полчил по голове, против него возбудили уголовное дело, Собчак хоть бы что. Прошла голая вечеринка, все получили тюлей, все поехали на Донбасс, 150 раз извиняли, стояли на коленях и так далее. Собчак ничего. Этого парня чуть не засадили уже в тюрьму, я ж не знаю, отправили его служить. На фронт, по-моему, отправили. А ей ни звука ничего вообще, понимаете? Это тоже, я думаю, что, может быть, и она тоже какое-то деликатное поручение здесь выполняла, может быть, она сама и устраивала эту голую вечеринку, и сама выбирала кандидатов на расправу, что называется, вот кого бы так пожирнее да погуще взять. А что так, Леша, как ты думаешь? Не знаю, я не разговаривал с Ксюшей на эти темы. Я вообще не владею никакой информацией, кто стоит за Ксенией Собчак, почему это так или не так. Но ты же догадываешься. Нет, 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 я, что я могу догадываться? Ну, то, что про Папу, про его, ну да, ну, наверное, наверное, Путин должен ему что-то. Наверное, у Путина может быть, хотя это, что Путину странно такую характеристику применяет, но, наверное, у него какие-то остались моральные обязательства. Если у Путина вообще могут быть моральные обязательства, то, наверное, у Путина остались какие-то моральные обязательства. Не переворачивай себя, вот все-все, не трогай ничего. Смотри, а ты же знаешь такую журналистку Ксению Ларину? Да. Знаешь, сегодня я с ней разговаривала, она мне говорит, а я считаю, я вот долго молчала, я считаю, что Собчак это вообще человек по особым причинениям. Ну, как бы, что она связана напрямую с Кремлем. Может такое быть, как ты думаешь? Думаю, да. Думаю, да. Ну, вот видишь, хорошая крыша, Кремль, отличная крыша для Ксении Анатольевны, по-моему. Мне вообще странно обсуждать, что, ну, вообще странно говорить о том, что кто-то, ну, кроме, блин, это такое странное эмоции внутри, когда ты смотришь на этих людей, которые извиняются. За что? Почему? А страшно же, страшно от меня, там, будут сейчас консолить, будут отменять концерты, будут смешивать с дерьмом. Да, да, для них это, к сожалению, к сожалению, к сожалению, ну, я не хочу про Лолу Милявскую говорить ничего и обсуждать Лолиту, потому что, несмотря на то, что мы с Лолитой оказались в разных, Покровский сейчас написал, я увидел, хотел как раз про Покровского сказать, тут сообщение Покровский, потом отвечу, несмотря на то, что мы с Лолитой оказались по разную сторону, баррикад, скажем так, я все равно ее люблю и все равно у меня с ней, из всей этой компании, у меня с ней самые близкие отношения и самые искренние. И я... Да, мне обидно, что даже Лолиту такую настоящую поставили раком. Даже Лолиту. Мне это очень обидно. За них, за всех не обидно. Обидно... Блин, даже не то, что отменят концерты Лолиты. Понятно, что для каждого артиста очень важно выходить на сцену, но я думаю, что Лолита не голодала бы и так, даже если бы не отменили 10 концертов. Но мне обидно, что этот режим даже из таких людей делает рабов. Рабов, как это назвать, я не знаю. Ну, конечно, да. Мне очень больно смотреть, что мой любимый Владимир Александрович Гостюхин, которого я очень люблю, я его очень хорошо знаю. Я знаю человека, как актера. И вдруг я вижу интервью, где он... А я не понимаю, почему со мной вообще не общаются в Харькове. Их нельзя переубедить. Думаешь, ну, блин, Владимир Александрович, ну только не вы. Ну только не вы. Можно? Пожалуйста. О, какая отвратительная рожа. Добрый день, друзья. Я, честно говоря, размещаю в начале года ролики с Алексеем Панином. Я записывал с ним интервью задолго до его отъезда. Ну, не только я, мы с Лейлой Истрожемской на закате проекта «Правда-24» записали эту беседу. Так вот, я всегда помечал, ну, думаю, что руководствует законодательством, что он иностранный агент. Потом выяснилось, что нет, он не иностранный агент. Вот, и все эти звездочки надо было убирать. Он не иностранный агент. По мне, достаточно безобидный и просто вот несколько раз сделавший неверные шаги актер. Ну, актер, ну, я бы с актера вообще не спрашивал строго. Ну, не самый, скажем, могучий интеллектуал, но, опять же, актер, ну, о чем мы говорим. Ну, он все время дает какие-то поводы для того, чтобы обсуждать его высказывания и экзерсисы. Ну, вот еще один. Помко, но опять как-то все, к сожалению, получилось, потому что опять къедешь и думаешь, что сейчас будет такой серьезный. И вот прямо сейчас все точно... Как? У нас было все очень серьезно, мне кажется. Ну, думал, сейчас донесу прям свои мысли, и меня все услышат. А получилось так, что у меня это, 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 это в результате... Мне кажется, все, кто захочет, то слышат. Мы услышали. Вам огромное спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Издять ногой, блядь!